Ты надоела? Что хочу это и делать, девчонки? Да вы что? Мы хотели попрыгать на батуте, я не помещаюсь на маленьком, а Ева залезла на большой. Ульяна, давай ты уступишь сестре, ты же взрослая, а я тебе куплю что-нибудь другое. Как тебе муравьиная ферма? Итак, все готово. Ух ты, очень красиво, спасибо большое. Что это такое? А, привет, Ева, это у Ульяны теперь есть домашние животные. Так, подождите, а что Ева делает в комнате Ульяны? Так, а ну что там вообще произошло? Ферма, на полу конфет, нет! Ульяна, не переживай, все хорошо. Ну, Ева, ты у меня сейчас получишь. Ева, ты где? Выходи, ты должна понимать, что нельзя себя так вести. Ульяна ничего плохого себе не делала. Ага, вот она здесь. Ну, привет. Телевизор смотришь, да? Ева, ты не сможешь от меня постоянно убегать. Стой, стой на месте, давай поговорим. Субтитры сделал DimaTorzok Что? Она еще и не понимает? Ева, ты поступила неправильно. Зачем ты так за своей сестрой? А если бы она пришла в свою комнату и поломала твои игрушки? Но она бы так, конечно, не сделала. Зачем ты так? Она надоела? Так, я этого не понимаю. Ева, ты должна понять, что ты поступила неправильно. И извиниться перед своей сестрой. Я очень не хочу тебя наказывать, но сейчас ты пойдешь в мою комнату. У меня там ничего вообще нет. И будешь там сидеть, пока не поймешь, что ты себя плохо вела. А ну, отправляйся в мою комнату и подумай о своем поведении. Ну и ладно. Ты как вообще со мной разговариваешь? Так, ну хорошо. Хотя бы она послушалась. Пойду я, наверное, успокою Ульяну. Я надеюсь, Ева поймет, что она вела себя неправильно. Посмотрите, как плетется, а. Я понимаю, что тебе не хочется. Но ты должна подумать над своим поведением. Так, ладно, хорошо. Мы там и пиццу толком не поели. Вообще никто не прикоснулся. Может принести ее Ульяне в комнатку? Так, давайте-ка возьмем кусочек. Может быть, она захочет. Пицца даже вроде бы еще не остыла. Ульян, Ульян, ты там не спишь? Нет, вроде не спит. А я тебе пиццу принесла. Вот, попробуй. Я не хочу есть. Ну, пожалуйста, ты же не ужинал сегодня. Очень вкусная пицца. Так, ладно, хорошо. А я поставлю ее тебе здесь. Сейчас какой-нибудь столик. Секундочку. Так, Ульян, давай я оставлю пиццу здесь. А когда ты захочешь, ты ее поешь. Могу тебе еще сок принести, еще чего-нибудь. Вообще-то, кстати, очень неудобно, что столик около кровати. Я думаю, что я его здесь и оставлю. Он тебе пригодится. Может, уроки будешь делать или еще что. А я пока пойду посмотрю, что тут с муравьями. Так, ну, знаете, по-моему, все в порядке. А, Ева не успела ничего делать. Плюс обычно муравьиные фермы делают из очень-очень крепкого стекла, чтобы ничего не произошло на такой случай. Так что все в порядке. Так, ну, я думаю, что стоит еще приготовить какой-нибудь небольшой сюрприз. Что у нас тут есть еще? Итак, котят, вот и мой сюрприз. Я подумала, что обустрою эту часть комнаты Ульяне как такой вот уголочек, в котором можно будет играть. Так что я надеюсь, что Ульяна сейчас проснется, посмотрите, у нее хотя бы немножечко поднимется настроение. А то, правда, у Евы такая красивая комната и целый дом я ей купила. Ого, она уже увидела. Давай, проходи, смотри. Это что, все у меня? Конечно, конечно, и твоя муравьиная ферма не пострадала. С ними все хорошо. Я даже пересчитала этих несчастных муравьев. Все на месте, ни один не сбежал. Спасибо, пожалуйста. Так что, вот, у тебя теперь есть ноутбук. Вот это новая игра, если честно, я не знаю, что с ней делать, но она должна быть какой-то увлекательной. Я думаю, что тебе здесь понравится. Так. Ага, вот и Ева идет. Надеюсь, она подумала о своем поведении. А, ну что, у Ульяны теперь есть компьютер, а у тебя нет, потому что ты себя плохо вела. Извините? И убежала? Ну ладно, это лучше, чем ничего. Надеюсь, она поняла, что она вела себе нехорошо. Ульяна, ты же простишь ее. Конечно. И улыбайся. А я думаю, что стоит нам Еву тоже позвать и сказать, что ее наказание на сегодня закончено. Ева. 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 Молодец, что извинилась. И да, Ульяна тебя простила. Теперь можете пойти и поиграть вместе в ее новую игру. Кстати, котят, кто из вас уже знает, как в нее играть, напишите в комментариях, потому что я просто купила эту штуку и совершенно не поняла, как она работает. Можешь поиграть с Ульяной в ее комнате. Пойдем. И я заодно тоже сама разберусь, как работает эта штуковина. Мам, давай поиграем. Ух ты, Ульяна хочет со мной поиграть в новую игру. Отлично, значит, у нее поднялось настроение. Ну что, вперед. Заодно разберемся, как это вообще работает. Итак, поставь четыре в ряд. Ага, вот оно что. Смотрите, котят. А, понятно, начинают красные, а синенькие потом. И нужно поставить четыре таких кружочка в один ряд. Так что надо как-то постараться будет так. Ага, смотрите, какая хитрая. Ульяна не дала мне построить дальше. Так, хорошо. Ага, и тут тоже так. Я тоже ее заблокирую. Котят очень сложно. А если я сделаю... Я даже не знаю. Вот так как-нибудь. Ага, отлично. Так, и что теперь? Ульяна решила в эту сторону поставить. Так, ну, я не знаю. Поставлю-ка я так. Сделаю вид, что я там не замечаю. Ага, вот и этот момент. Отлично. А, котят, да, я правда выиграла. Но это я не специально так получилось. А ладно. А может быть... Ух ты, мне монетки дали за это еще. Смотрите, там мимфы крутятся. Ой, а больше не крутятся. Может быть еще разок? Так, а ну-ка, теперь я буду начинать. И я буду красными. А ульяна синими. Итак, начинаем. А начну-ка я, наверное... Я даже не знаю, откуда котят даст. Той же, с которой в прошлый раз начинала ульяна. Ага, смотрите. Мы начинаем повторять прошлую игру. Мне очень интересно, как здесь засчитывается на вертикальные точно. А если по диагонали поставить вот так, вот наверх куда-нибудь? Хм, может попробовать как-то доиграть до такого момента? Ну, я даже не знаю. Так, вот давайте-ка вот так котят. Я, если честно, не знаю, что я собираю и в какой стороне у меня будет... Ааа, смотрите, ульяна почти собрала. Ай, может быть надо было, конечно... Так, а теперь вот так. И у меня есть еще одна возможность. Если ульяна сейчас поставит вот туда синенькую, то я могу собрать все четыре в ряд. А ну-ка. Ну зачем она туда ставит? Она специально, что ли, мне поддается? Может быть правда специально, котят? Так, давайте-ка попробуем немножечко поддаться ульяне. Или по-честному пусть выиграет. Мне так нравится, как эти мифы крутятся, котят. Так это мы в мифов играем, получается. Так, ульяна начинает. Ну давай, ульяна, начинай. Смотрите, ульяна решила начать с середины. Мне кажется, это хорошая стратегия, потому что так она больше может занять в стороны полосочек. Так, давайте-ка вот так сделаем. И я попробую... Так, давайте-ка вот так. И я не знаю, котят, надо как-то собрать себе четыре в ряд. Может быть я соберу вот эти вот, которые здесь вторым рядом? Хм. Так, давайте посмотрим. Может быть вот сюда? И я правда не знаю, как я потом соберу, но разве что... О, ульяна выиграла! Отлично! Здорово! Ну что, мне понравилась, кстати, котят, очень интересная игра. Напишите в комментариях, кто в нее играл и кому тоже понравилась. О, я правда уснула, пока играла. Ха-ха! Но игра все равно очень классная. Кстати, котят, напишите, пожалуйста, в комментариях, кому из вас она понравилась, кто уже играл и у кого она есть. Ура, говорит Ильяна! Здорово! Я рада, что наконец я выиграла. Ну да, ты молодец! Ха-ха! Здорово! А, да, котят, игра очень интересная. Она чем-то напоминает крестики-нолики. Можно мне с вами? Ух ты! Ева тоже захотела поиграть? Хм. Я думала, ей не понравится такая игра. Но раз Ильяна ее простила, я думаю, что она не против поиграть с сестрой. Конечно, можно! А, смотрите, здорово! Девчонки уже начинают играть. Интересно, как это выглядит со стороны? А то я видела только... Ух ты, котят! Вы можете следить прямо в реальном времени за тем, как играют два других игрока. Смотрите! А, здорово! Ну что, котят, тогда пусть девчонки играют, а вам всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, на канал Лео. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и увидимся в следующих видео. Мяу! Всем пока!